Электричная дорога, о которой сегодня в рамках дорожного форума в Санкт-Петербурге рассказал глава Автодора, это относительно небольшой платный участок трассы М11, объезд Вышнего Волочка. Именно здесь, в районе древнего города, и будут тестироваться технологии будущего. Впервые в России беспилотные автомобили окажутся в одном потоке с обычными авто. Когда именно начнутся тесты, пока неизвестно. Сейчас проект на стадии опытной реализации. Поедут по строящейся компьютеризированной дороге наши ответы Тесла и Гугл. Уже упоминался КАМАЗ. Инженеры компании работают в нескольких направлениях. Это и разработка систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые должны помогать человеку-водителю. И создание полностью управляемых компьютером грузовиков. А вот еще один пример. Небольшой элегантный электромобиль. Внешне куда больше напоминающий транспорт будущего. Это Шаттл. Разработка Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Городской автобус на 12 человек. Едет не быстро, преодолевает всего 25 км в час, зато безопасно. Для того, чтобы интеллектуальный автомобиль был безопасен, для других участников движения используются два вида радаров и телекамеры. Радары обеспечивают фронтальный и боковой обзор. Их главная задача не допустить наезда на препятствия. Дальний контролирует дистанцию до впереди идущего авто, расстояние до объектов, стоящих вдоль дороги. Ближний нужен на экстренный случай. Например, внезапное появление пешехода на проезжей части. Телекамеры обеспечивают контроль разметки дорожных знаков, то есть соблюдение правил дорожного движения. Такая система уже себя зарекомендовала. Например, в США на дороге общего пользования Google автомобиль вышел в 2011. За свою недолгую историю существования интеллектуальной машины совместными усилиями намотали пробег в 2 миллиона 700 тысяч километров. В Калифорнии, где располагаются штаб-квартиры Google и Tesla, эти компании дальше всех продвинулись в разработке беспилотных авто, за прошедший период было зафиксировано всего 11 аварий с участием машин-роботов. Причем 7 из них по вине других участников движения, то бишь водителей людей. Оставшиеся 4 произошли, когда интеллектуальным автомобилем управлял испытатель. Сама машина не спровоцировала столкновения ни разу. Так что, как говорят специалисты, за этой технологией будущее. У современных механизированных машин еще есть ряд слабых мест. Они очень плохо реагируют на непогоду. Во время дождя Google мобили пока не способны отличить столб от человека, бумажный ком от камня, безобидный объект от опасного. Кроме того, существующие карты недостаточно точны для интеллектуальных автомобилей. Придется разрабатывать новые, более подробные. Ну а когда вопросы программного обеспечения будут решены, возникнут проблемы из-за роботов. Например, профессиональные водители останутся без работы. А еще, по прогнозам аналитиков Морган Стэнли, когда беспилотные автомобили распространятся по всему миру почти на 100 миллиардов долларов, вырастет рынок алкогольной продукции. Наибольший рост ожидается в сегменте элитного алкоголя и премиальных сортов пива. Объяснение простое. Хозяевам дорогих машин не придется себя ограничивать. Главное быть в состоянии объяснить автомобилю, куда ехать. Придется пересмотреть отношения к дорожно-транспортным происшествиям. Кто будет отвечать? Человек, который сидит в машине и читает газету? Или компания, которая произвела автомобиль? А еще вспомним первый закон робототехники. Робот не должен причинить вред человеку. Если на пути пешеход, машине предстоит решить непростую задачу. Кого спасать? Его или пассажира? Алексей. Спасибо, Екатерина.